Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух! Аминь! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Дорога есть! Вот! Добро пожаловать на наш канал! 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 приглянется что-нибудь и приобрести ну и посмотреть и себя показать на выставке подговорил я Николая съездить, кто еще из сестер вызывает побывать едем ну что были, все были ну ладно, все тогда продолжайте итог за прошедшую неделю эта неделя была не совсем обычная и для нас и для тех, кто рядом с нами был вот батюшка сказал немного ну я вчера больше там сказал Валентина Павловна Понева отошла в вещи с 89 лет одна была и зашла в ванну иногда сестры я заверзла я воды напущу сколько говорил не грейтесь водой в ванне этого не надо делать тем более одна и она как ударилась видимо это еще при жизни все здесь запеклось чернотой видимо и так из воды-то не вылезла вода горячая в воде лежит через 2 часа да ладно до этого еще говорили ты хоть не запирай двери на ужин это ну и сумели пройти и нашли а уж сколько это разварилось это для себя вот услышали один раз и берите мы по милости божьей были там и записали все это ее ролик уже выставили в интернете называется победа над смертью мы с ней были рядом более 40 лет это срок за который можем было пригодиться друг другу все было у нее очень необычная жизнь коротко сказать ее жизнь такую искусственную нельзя составить ее родители были раскулашены которые всем помогали она не она говорит а ее мама Мария Евлампевна и разговор с Марией Евлампевной у меня когда судили это особой строкой шло и давили и давили на это где я давал как бы небольшие ремарки во время ее рассказов как грабили их ну слабохарактерно не советую болеть будете лежать это заново все переживает какая она маленькая была баба ее мать Валентина Павловна а ей было уже 11 лет и раскулачивали за что лишняя нога грейка была и одна корова лишняя какая же это власть была такой власти мир не знал людоедской это лучшие были кормильцы России сегодня 21 тысяча не человека а тысяча все полностью уничтожено я выставил отдельно сейчас я привыкший ко всему но не мог смотреть сейчас посмотрел я отошел сердце останавливается буквально жизнь кончилась с Россией покончена ее не надо ставить ни на колени никуда она лежит лежит опрокинутая кормить нечем вот сегодня только перекрыли хады все никаких очередей не хватит здесь и нам нужно думать как сохранить то что дал Господь я угроба вчера у нее сказал пошел сорвал три веточки тут миндаль растет а ее цветами завалили там розы тюльпаны хризантем еще только нет ну я вышел взял в руки вот обо всех этих цветах ни одного слова Библии нет а вот о миндале есть хризантем 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 и засветет миндаль святые толкуют что тело наше преобразится будет нетленное подобно Господу значит это вот это тело как бы миндаль и оно засветет и душа снова вернется в тело вот на этом стихе рассказал как она была она была глубоко верующая при всех ее недостатках она одержала победу она последний пост была исповедовалась причастилась соборовалась и она постоянно звонила по телефону ну 40-то лет это же повторяю не два года существует такое выражение в мире а человек умершим говорят или хорошо или ничего это абсолютно неверное порочное это это римская поговорка извращенная у римлян она так звучит или говорит все или ничего вот как первоисточник этой поговорки и об апостолах все говорилось они умерли а теперь говорят Петр отрекся это вслед его уже долг а Христос ему сказал отойдет меня сатана это можно было загладить нельзя нельзя это слово Божие но отличается от других книг именно этим что ничего не скрывает ничего все надо сказать и Павел до конца мы знаем это был гонитель на совести его сотни если не тысячи жизней было это был очень и очень сильный гонитель так что вы знаете письма взял куда пошел Дамас потому что здесь все вычистил ничего нет в Иерусалиме и это все упоминается и церковь сохраняет после его кончины вспоминается это все но главный результат у Петра и у Павла у всех это окончательная победа покаяния и победа во Христе во Христе нет смерти я об этом вот и сказал она одержала победу она ушла верующей а для верующей двери открыты душа идет по мытарствам 40 дней это православное учение не основано на Библии но мы к этому привыкли как-то о ней можно сегодня говорить что хотите но только правду это однозначно и если что-то непонятно будет ко мне обратите все-таки повторяю 40 лет я могу пояснить ее поступки она прожила жизнь она за себя сейчас восстать ничего не может сказать но она везде может выставить щит на любое обвинение я покаялся она каялась у нее можно было учиться молиться потому что она обратилась среди баптистов и мамы ее там были и в моем доме они пришли к Богу к православию в моем поэтому они для меня не просто не чужие они были свои настолько близкие и она каялась она знала как молиться кто слышал как она молится то есть открытая своя молитва она по молитвослову могла молиться все но у ней была своя молитва открывала свои желания перед Богом и вот это пройти и как там рассказывает мать все люди умирали зарывать было некому друг на друга ложили мертвые и она ее мать и она ей-то уже было 11 лет и они бежали в Томске где были тайга 750 километров тайгою со зверями где она чего только к тропам не подходить где люди самое страшное это люди люди ни змеи ни змеи ни до удава ни тигры люди опасности как она дошла и она у них память была у Валентины Павловны матери не выскажешь какая она все это такой го-разговор она ушла это осколок гулага был перед нами и поэтому я рассказываю вам для того чтобы вы свободно могли называть ее рабой Божией по мне рабу Божию Валентину это высшее звание она была его раба повторяю она трудилась над собой и были у ней свои там грешности и прочее я много над ней трудился очень много она не так иногда делала но все встало на место последние три года ни одного незамечателя даже не было это то что знаете одного мы отправили в далекий дальний путь у нас уходят люди примиренные с Богом смотрите Тамара пачка какой претерпела беду отрезали новую и она была тоже глубоко верующая да я хочу сказать что я не 40 лет знаком с Валентиной Павловной 24 года тоже немалый срок хочу сказать что в отношениях наших было всякое то есть трудно бывало но все мы преодолевали благодаря молитве я бесконечно благодарен Валентине Павловне за то что она меня привела на путь истинный и всю мою семью практически то есть вся моя семья верующими можно считать вот благодаря Валентине Павловне два моих дитя то есть сын и дочь они крестились в присутствии ее как крестной она крестная моих и сына и дочери так что я бесконечно благодарен Валентине Павловне за то что она вот сделала для нашей семьи я всегда буду помнить ее молитву и призываю вас всегда молиться о ней особенно в эти дни 40 дней когда душа ее будет проходить эти мотарства чтобы она успешно их прошла и пребывала в царстве небесном вчера вот это событие два дня практически как меня только позвала женщина обнаружившая ее в ванной я занимался этим вопросом достаточно много было хлопот и все но вчерашний день закончился а ощущение такой вот праздника понимаете действительно радостное такое ощущение и когда я ее увидел в ванной сидящую я увидел вот светлый образ вот как будто уснул человек безмятежное выражение лица совершенно спокойное светлое вот просто такое вот сразу запечатлелось и на всю оставшуюся жизнь этот образ останется у меня на этой неделе то есть в пятницу мы ездили в Новосибирск Николай Крущин приехал машина наша стоит здесь Виктор Савченко и мы поехали назначено вот сколько ни говори пока лично не встретишься все по-другому вот здесь у меня есть как сказать неблагодарность а письмо Баварина висит я еще раз убедился говорит он что личные знакомства сколько много открывают оказывается консульства никакого нет консульства в Германии где нам открывали Шенгенскую визу я поехал туда попутно заехал там охрана меня просустили я им подарил книги для консула подписать попросили консула Германии в городе Новосибирске лично это трехтомник и до слова Божия нет ус это те книги которые у Путина у Медведя у Патриарха есть все но туда приехали консульства нету а место куда приехали по адресу там ничего нет а пиши сорванные зашли в дом нигде никто не знает никого нет они переменили место а в интернете не выставили а мы приехали по тому месту а там никого и нет ну увидите знакомый незнакомый брат родной там давай звонить каким-то путем у меня второй адрес был попутно записан я все выписал и поехали туда приехали большой дом и там написано Норвегия Швеция там все государства больше десяти а Англии нету Великобритания мы зашли спросили они говорят старца а тут никого нет там посольства или не посольства по визам работает больше десяти а людей меньше там пяти никто туда а когда зашли туда где Великобритания там даже на улице очередь стоит а мы поняли тут не добились ничего я говорю а вы откуда из Тувы из Тува целая группа студентов или старшеклассники вы даже не узнали и пачки документов держат а у нас тоненькие у нас еще была неприятность большая мы отдавали на перевод там все на английском надо мы у нас брали на перевод могучее перевести и не перевели ни одной строчки мы вплотную подошли за 9 дней ни одной строчки ни одной буквы не перевели не позвонили не сказали что эти документы они готовы нам ехать теперь я уже против вырвать документы свои я не знаю какая причина что ну как-то надо было дать знать что перевода нету там и вы заберите документы где-то успеете теперь мы начинаем через знакомых через брата Виктора искать переводчиков трех переводчиков нашли какие ближе к нашему месту понимаете какая у нас начинается канитель здесь подводит человек видимо спокойно спит он что не перевел да не перевел только делов но нам-то да что ехать надо и что мы фотокарточки нужны но фотокарточки должна такая быть чтобы она была не раньше 6 месяцев а где-то поближе так было вроде человек быстро меняется у нас были по одной одну мы уже сдали две вот такие маленькие фотокарточки 284 рубля вот такие вот 4,5-3,5 сантиметра туда приехали написано было лучше когда там у них делают тогда они знают что фотокарточка свежая оказывается 2 мая фотоателье в Новосибирске не работает ну никогда не подставишь ноги как правильно идти мы-то все рассчитали взяли старые фотографии а не эти фотографии на прошлогоднем паспорте на нашем который там ну они видят вы же видите год ну а где чего не знаем понимаете вот мы думали как и Бог все усмотрел конечно огорчительно у меня самое большое было что продержали 9 дней наши документы и ни одного слова не перевели не сказали что период не делается как теперь искать делать только молиться начали молиться приходим туда и Бог сделал так как будто глаза закрыты без перевода сдали и нас все документы приняли может там тормозон где-то ну сошло у нас как будто их и не надо было никогда делать ну молились и молились об этом с фотографии разузнали одна фотография работает где-то там идти надо пешком а я надел свои праздничные сапоги а тут по асфальту это ширка я их хоть босиком разрываюсь я их берегу только зайду постою опять приду разуюсь они у меня на много лет эти сапоги ну идти надо и иду пришли но тут у Бога вымерено дело не фотографии дело в том кто фотографирует та женщина она ждала нас и она ждала много лет когда мы туда придем вы бы видели какая была встреча вот как Бог делает здесь закрыто тут нет перевода туда идем и все так подгоняется к одной цели только к той душа которая нас ждет мы ничего этого не знаем потом мы ехали ну не езжай просто останавливайся в кусты и молись с коленой вставай и она говорит Я в жизни не видал таких людей. До того она расположена. И за 200, не за 280 рублей, это сделал мне 8 фотографий, не 2. Вот как Бог все усматривает. Это промыслительность Божия, промысл Божий. Ну и когда здесь назначали, главное впервые я видел такое, что встречу назначаешь ты сам. Когда назначать? Я назначаю, думаю, ага, 2 мая, не работающая. Ну опять же упустил. Надо было позвонить мне, еще одному человеку узнать, как с детства у нас работает. Они как-то дети сместили. Детский, ну как же вы так со мной не посоветовались. Ну ладно. Ну а сколько время-то? Главную работу проделал Витя Китерима. Это найти анкету, и там около 100 вопросов, и все по-английски отвечать. А там ездить копировать, он все знает, все сделал, послал, опять пришел документы приняты. И на раз документы приняты, мы поехали. А вот тут-то, когда приехали, то увидели, я назначил на 2 часа, а у них не на 2 часа, на 4 часа, на 16. Они до 16 работают, я сделал на 16. А почему на 16 я не могу? А почему не на 12? Почему не на 2? Не знаю. А вот до 2 часа, в полтретьего, очередь была на улице. Наша очередь подошла, на которое время, произвольно я назначил. Заходим, никого нет, одни будут. И теперь весь отдел, они все сгрудились в одно место. Я им привез эти книги, на стол подарил, и визитки наши где-то. Ускорить нельзя, ускорить можно. Эти документы теперь берут, паспорта забрали, с нашими анкетами, и все теперь отсылают в консульство в Москву. В одном месте. Снимать отпечатки пальцев. Ну, снимают пальцы. Там, я был, знаю, когда судили, там, как тебя, перед тем, как в тюрьму запускать, и вот такими выемками, как шифер сделан, деревянный-то, и вот там намазывают, пальцы тебе намазывают, бумагу кладут, давят, и все вот эти полоски-то, дактилоскопия, кажется, называется, да, и оно все там остается. Здесь ничего этого нету. Здесь маленький такой приборщик, светло-стекло, и ты клади руку. А у меня, я и сам не замечаю, что у меня не все, ладно, у меня пальцы одного, паломки нет. А она, надо отпечатать, а какого отпечаток-то нету ничего. Ну, как его поднять, этот нажать. На этот вначале, у меня этот поврежденный палец, она сначала эти снимает, а потом вот эти два вместе. Не может снять. Она снимает их, дает протереть там что-то, не знаю, со спиртом. Все, протер я. Никогда, может, такие руки чистые не были после бани. Не может взять. Она еще пригласила, но я, видимо, ну, тут нельзя поврежденно. Я должен объяснять, что это мне, лишил немец штыком. Я уже дальше не говорю, немец? А это, это преуздали, я пострадал. Это не обязательно было и знать. Ну, а почему, может, я скрываю свои отпечатки где-то. но все-таки нас сняли. А дальше была беседа, разговор. И мы уехали. Ехали дорогой. Поехали только Николай, говорит, мужчина. Он-то главный шофер. Я сяду рядом. Меня спрашивают. Я на сзади сижу, там за рулем, а Витя справа. Я говорю, нет, ты не сядешь, ты будешь сидеть рядом. Витя туда вел машину и обратно. И нужно, чтобы рядом подсказывать. Там навигатор работает. Нет. Ему, видимо, отдохнуть надо было. Но я не разрешил. И это все оправдалось. Я-то сижу там, то молюсь, то что. И вдруг слышу, Николай так закричал. Он крутанул в сторону. Машина подрезала. Только за нас и огромная машина перед нами. И куда? В сторону. Видимо, тут широкое было. Мы в кивет не улетели. То есть, мы были рядом с чем-то. А высокий такой. У нас тут большая. Ну все. У Николая дальше подробно все разъясняет, где на ошибку сделал, почему так. И ты видел, он прижимает. А видимо, ту машину, которая шла, там навстречу идет, на вгон пошел. Ей деваться некуда. И она ломанулась под нас. Поэтому ты пропустишь, что он прошел подальше. То есть, неопытность. Но Бог спас нас опять. И мы вернулись в воде. Теперь отдали просьбу ко всем помолиться, чтобы нам вернули хотя паспорта. Англия на нас это не главное. Главное шенген. Но паспортов-то вообще нет у нас. И они дальше мы писаем, где. Я говорю, да тут праздники. Я говорю, да и тут остался 1 9 мая. Да в Англии свои праздники в мае. Ну, а это на 3 недели у них расположено. 26-го не работает. Мы 27-го выезжаем. То есть, мы в зависшем состоянии вдруг оказались. Если полученная нами уже виза, ну что виза-то, когда виза в паспорте, а паспорта-то нету. Нам ехать через Украину. Отовсюду пошли сейчас свидетельства, только не ездить. Они дороги перекрыты, вообще дороги нет. Не то, что там я испугался, или я доверяюсь Богу, но вообще проезда нет. Они баррикады на Дородного сделали, куда идут. Ну, я говорю, Господь откроет еще. И везде спрашивают. Я немножко политический момент хочу вам затронуть. Вот спрашивают вот в Луганске, Донецке, они провозносили свои республики, отдельные республики, автономные, совершенно где-то. Правильно они делают или неправильно. А сейчас начинают делать защитку парашютистов, направили вертолеты, два вертолета сбили эти повстанцы, которые есть. Летчик один погиб, другого там, это я все смотрю. Тяжелое состояние. Родные мы все братья. Для меня вот украинцев просто нету. Я считаю, один народ, один я. Ну, все одно, одна вера. Что нам делить-то? Но уже все зашло слишком далеко. Ну, кто прав? Ну, такое, чтобы пастор из-за рубежа, там, откуда, Турчинов Александр, руководил государством, временно исполняющий обязанности президента. И он сейчас дает указания, воевать-то есть, Украина, хоть и слабая воинская его там, счастье, но парашютистов, кажется, сбросят. И там идет эта зачистка. И люди закрылись там, где это было. В Одессе. В Одессе. И они туда коктейлем зажигательным это всех запалили, там почти 40 села их сгорело. Задохнулись в дыму. Правильно те делают, неправильно. Я их не касаюсь, отошел от Украины. Я просто объясняю политические моменты. если человек находится в городе и этот город не подчиняется государству. Я хочу отделиться. В Америке были попытки такие. Вы знаете, что с ними было? Что было в Китае? С землей все смешано. И поэтому все удивляться-то. Они внутри государства и каждый заявляет. Второе, третье области, а тоже независимая республика. Даже если объявили бы идти на войну и кто-то отказался, эти города предаются проклятию. Это Библия говорит прокляните, прокляните мне раз. Два раза прокляните подряд. Просто трудно найти в Библии за то, что они вышли Господу на помощь. Но это Израиля касалось. Но это образ для нас. А как? Но сегодня есть референдум и то другое решает, там ООН наблюдает. Значит, какие-то правила другие. Но все-таки принцип остается такой, что не просто так. Мне не нравится, я встал из общины, ушел. Тут ты можешь уйти. Но тебя удерживает канон. Никаких нет. Духовный отец не меняется. Каноническое правило на это кладет. Каноническое правило запрещает. А я могу сделать. Да можно все сделать. Но как это перед Богом? И здесь та же самая история. А мы не подчиняемся. А у нас сейчас наш Крым. Я объясняю очень просто. Дело как бы не в Крыме. Хрущев совершенно произвольно, без совета, с Верховным Советом. Что-то они там говорили, но это все даже документировано было. Подарил в Украине, в Крым. Но его-то нет. Теперь мы вернули. Это исконно в Севастополе. Исконно. Но подарки не отнимаются. Даша, действительно исконно принадлежал. Но уже подарком сделано уже. Тоже я не сужу ничего. Я просто говорю в истории, какие порядки бывают. И поэтому не нашего ума дело, но для себя мы знать будем, куда молитву наклонить. Господи, да будет по слову Твоему. Господи, я не прошу Крым не отдавать, не завоевывать, не Украину. Мне ничего этого не надо. Я человек грешен. Я должен завоевать душу свою для Бога, чтобы она была покорена ему. В этом все. Но в этом, что там делается смута, это все примеры для нас. Смотрите, это все быстро у нас кончится. Вот это. Мы не понимаем, что делается? Мы себе хорошими кажемся, а я пойду, где-то будет лучше, перееду в Америку, Америку ждет такой удар, которым она еще не подозревает. Хотя некоторые уже просыпаются. Там находят сейчас громадные полигоны из одних гробов. Каждый гроб по четыре человека. Это кто не покоряется? До облаков поднимется пыль. Я был в Америке, и мне там говорили, Россия будет подниматься, а Америка пойдет вниз. Вот понимаете, какие слова? Дело в том, что искать надо не земного, а небесного. Вот приезжал пастор, пастор, называют, улетеран, его спросили немцы, многие уезжали, ехать или не ехать. Что-то раздвоились, говорят, некоторые уехали. Он говорит, хотите, чтобы жить хорошо, все было в достатке, поезжайте в Германию, там все устроено. Но если хотите душу спасти, я вам не советую ехать. У них баптистские собрания, там были, баптисты приходят, немцы отслужили, баптисты, а потом русские приходят, так немцы, уходя еще вот так, машут, табак выгоняют из молитвенного дома. А как каются? Так, поднимите руки, кто хочет покаяться, подняли руки, а сам сидит, обнимается, говорит, со своей подружкой. Так, все, хорошо, так, ну записаться надо будет, и все. У русских не так. Возьмите баптиста отделенный, сколько они перестрадали. Ну, мы даже, не то, что я баптист хвалю, а люди мужественные, они скольких людей там отдали, какая у них строгая дисциплина. Вот эти зарегистрированы, тут они уже ходят и одеты, как мирские люди, а там нет, все еще держится. Это мы о себе думаем хорошо, а другие, это у нас по другому мнению. Мы для католиков вообще никто с хизматики. Что тут надуваться-то? Я там узнаю, ты перед Богом будь. А для мусульман 2 миллиарда, мы вообще все христиане никто, неверные называют. Поэтому не дави своим снобизмам, превозношениям, а у меня так, как старобрядцы, для них никого нет, а только они одни, все православные патриархаты, все, как будто бы их не существует. Так не годится. Бог будет судить по слову своему. А вот в эту теперь ячейку, ты посмотри, отображаешься или нет? Я не сужу, говорит Господь. 12.48, Иван говорит, это слово, которое я говорю, оно будет судить, оно, и на суде искать кого-то. Но меня вот так научил Иоанн Дамаскин, меня научил такое, то есть это не будет, это здесь лукавство такое. Человек один на один предстанет, между ними никакой прокладки не будет. Иван Затаус хорошо описывает, когда евреи будут говорить, но Моисей сказал, то другое. И Моисей, он разыгрывает эту картину, как бы встанет и скажет, но я вам говорил, вот, Паразаконие 18 глава 15 стих, из вас самих восставит, пророка как меня, его слушайте. О ком говорится? С большой буквы пророк. Это о Христе речь идет. Это надо к себе применить. Ссылок мы сегодня делаем. А вот сказал, блаженна Пифилах, сказал Затаус, а ты проверь по слову или нет. Внимательно посмотри, потому что в суде Божьем не будет никаких оговорок. Ни одному человеку не дано, чтобы ты защитился кем-то. А мне говорил это Затаус, или говорил только то, что Священное Писание говорит. Священное Писание, это имеется в виду только Библия. У нас не определился вопрос, еще нам готовят место, где остановиться. Вы просто это помните. У нас нет Людмилы Степановны, она уехала, видимо, к родственникам. Она занималась финансовыми делами. Я говорил об этом. Кто на путешествие от чистоты помыслов своих сколько откладываете, в мае можно будет сделать сбор. Ее нет. Я поручил Татьяну и Кузьминишину этим заняться. Значит, давать только тот, кто на 100% уверен, уверен, что мы не потратим никуда ни одной копейки. Мы не пропьем, ни про... То есть мы едем, это ясно делал, большой необозримый путь наш. И везде ждут. Все больше сведений, адреса даются разных государств. Я говорил, что меня больше всего поразило, это Финляндия. Сделали запрос в патриархию московскую, они к ней относятся. Как насчет меня дать встречу-то? И отвечаю, дали добро, общая вещь невероятная. Как то ли изменения какие-то происходят, то ли что. А там и Гумен один, его Никита звать, ему другой задает вопрос, Финляндия, а ты не боишься, что? А что это значит, боишься? Мне интересен человек, который безбоязненно говорит все, что есть. И людям это интересно. И встреча будет, и дальше назначает другие встречи с Финляндией, с финскими прихожанами и прочее. Это мы пока в планах держим. Уже раз ближе где. Об этом просить Бога надо. Вернемся мы, не вернемся, все перед Богом. Валентина Павловна тот путь пошла туда, у нас другой путь. И заранее можно сказать, этот путь никто не проделал с такой целью, с такими материалами, и не будет никогда нищим. Ездить, если за рубеж, они идут, или выступит там патриарх, выступит, и на этом все. Ну, в одно место. Поехали там в Конго, или где были, в Найрабе. У нас другое. Мы едем с дарами. Кто участвовал в издании книг, корректор, всем низкий поклон. На книге нынешней зимой был спрос необыкновенный. Поэтому у меня уже еще на один год остается, на 15, все, все кончилось. Вот что хотел сказать, что у нас за эту неделю было. И мы собираемся поехать. Значит, поехать-то одно. Завтрашнего дня занимаемся машины. Игорь Третьяков как будто знает, где сервисы, знакомые. Я боюсь, очень... Ну, мало ли еще. Хороший гетарь взяли, плохой поставили. Откуда ты знаешь-то? А ехать-то? А тут речь идет о моторе, клапана все проверить надо будет. Это речь идет минимум 50 тысяч километров перед нами. И где? Как будет? А в пятницу мы выезжаем по Теряйку. Так, это у нас 7 мест. Два места, значит, шофер и я занимают. И остаются еще у нас что? 4, 2, 3, 5. Кто хотел бы поехать? Мы выедем в пятницу, допустим, в 5 выедем, в субботу, чтобы помочь там по лагере, по сапке, что есть. Кто едет по Теряйку, никогда не забывайте с собой брать две простыни чистые и наволочки всегда. Там просто стирать негде. И хлеб. Если можете, хлеба простого, кирпич какой. Вот. Остальное там все в достатке. Все будет. Приглашать, если кто кого-то думает, то только советуем с батюшкой, не со мной. Батюшка там хозяин. А то я слышу уже такая новость. Подходят к епископу, ходили, и епископа спрашивают местного. А вы поедете по Теряйку? Батюшка так и сделал. Да кто ж тебя выполномачивал-то? Когда надо, мы приглашаем, наши люди идут, у нас по порядку идет, мы печать ставим, они дают на втором документе, что получили. Они там в частном порядке подошел и дружбу какую завели. И кто? Сестры. Я этого не могу сказать без батюшки. Это полномочия превышена. Так что хорошо. Впереди этого не делал. Домой-то к себе приглашай сюда. Желательно со мной посоветоваться, чтобы мы приготовились немножко. Мы же ни от кого не закрыты. Мы журналисты, телевидение, кого только не бывало здесь. Это я на будущее вам говорю. Будьте внимательны. Остальные все дела, полномочия вы знаете. Что нужно сделать. Я хочу спросить по поводу машины. Сейчас техосмотров перед поездкой и все прочее. Мне помните, разговор был о том, чтобы поменять вот это кресло для водителя. Не слышал даже такого. Да. Оно просто невыносимое для такой длительной поездки. И об этом говорили все водители, которые уже съездили не один раз. Поэтому по своей скромности может Николай и молчит, но его нужно заменить. если нужно средства, значит нужно нам всем собраться на это средство. Ничего это не ухаживало. Мне таблицу составили, написали, Николай в этом участвовал, нигде не поменялся. Зачем я буду лезть на это? Это не просто прихоть, а потому что по его состоянию и здоровью. На таком сидении нельзя просто ездить. Просто на это не рассчитывали, поэтому Николай сказал, что поменяет кресло. Ну поменять, я же не против, но не могу я делать без него, без него. Не могу, витя составил, а Николай дополнил, что он уже делает? Если там не написано, я его не ставлю. Николай говорил в кресло, что он его поменяет. Если можно, какая же разница? Нет разницы нет подлежать сзади. На разборке. Николай взял на себя. Так, вчера у нас небольшой такой неприятный случай был. Там. Что? Заподжимала губы. Знаешь, как умрешь? Знает, говорит, кошка еще мясо съела. У нас у православных принято на Пасху со свечами быть. Я каждый раз говорю, будьте осторожны со свечами. Тем более маленькие дети. Ребенок стоит, и ребенок вот так задаст, она держит на дне стежки. Ну, расплавленная, капает на глаз. Что будет с глазом? Надо говорить или нет? Я гляжусь в таком положении, держит, тут гроб идти нельзя, но я прошел через этот зал, где в морге, там специально это, и подошел, ну ты маленько, или отпусти ребенка, или свечи потуши. Только проговорил, минуты буквально, что было тут у тебя? Я, она села на стульчик, она сидела рядом. Я стояла, я слушаю, батюшка там молится, мы поем все. Ну, пивание, все мысли-то, о чем человек умер. Надо в последний путь. Вдруг она закричит, вот так вот. Я поняла, что что-то со свечкой что-то не подушила. Кто она? Дождь моя? Да, Полина. Я ее схватила, потому что она заверещала, это такой момент, я сразу дверь рядом, мы выскочили. А у нее слиплись ресницы-то. На реснички попала. На реснички. Я так и не поняла. Она говорит, я откнула. Она говорит, я сама. Свечка, спитой. Она сама откнула, да, это я видела. Она сама откнула. Просто нужно следить за дочерью. Не давать огня, еще раз говорю, не давать. Не давать. Не давать. Не давать. То я, так и думай о ней. Пробежали, дали свечи детям. В общем, понятно. Ну, слава Богу, это только воск и только ресницы. Я уж испугалась, я открыть не могу, она кричит, я промываю глаз. Ну, спеклись, голос. Кое-как разодрала глаз целый. Слава Богу, помолились, обратно вернулись. Господь позаботился о том, чтобы... Так что все, слава Богу. Слава Богу. Ну, ты для себя это сделай. Не будь, говорит, Плутоний, Рохли. Как отец у нас называл, облахудрой. Запретить детям давай. У нас здесь и детей, и ни с одним, ни с ребенком ничего не случилось. А другие так, вот нож если лежат здесь, а ребенок здесь, ну, вот так вот материал-то потянул и развернулось и прямо в глаз, сразу глаз вытек. И он ребенок сейчас со стеклянным глазом всю жизнь. Он везде зазираемый. Ну, стоило одного другого-то или нет? Вот у нас отец зайдет, чугуны мать там эти, картошки, коровам, свиням. Что ты, облахудрой, расставил в ведра. Тут убери, ребенок обожжется. Он все видел. У меня ребятишки маленькие, у соседа собачонка. Маленький совсем был. А чего она бегает, собака? Ну-ка уберите ее, ребенка укусит. Да на, тя, я говорю, она такая, никого не трогает. Вот только сказал это дело, она тоже укусила ребенка. Никогда этого не было. Вот только отец сказал, я их половинкой кирпича-то отпугую. Все. А она в комнату забегает, и кошка угадалась, она шмыгнет, и все, выскочила, укусила ребенка. Ни раньше, ни позже. Поэтому надо прислушиваться к тихому веянию ветра. Что Господь нам хочет сказать? Через кого? Не так, что со мной этого не было. Не было. Вот он говорит, батюшка, квалификацию по мертвым потерял, никого нет. Только не договорил, секунды, и тут же звонит. И у нас часто бывает такое. Значит, поднимите руку, кто едет? В пятницу, так, один. Еще кто? Татьяна едет, нет? Нет. Она сильно заболела, я ее очень осуществляю. Это нечего болеть, впереди еще болеет. Так, другой момент, ты, может, сама едешь? Не знаю. Если мама у меня останется, я с ней останусь. Ну, в общем, имейте в виду. Мы вечером позвоним и скажем. Машины, чтобы туда-сюда, такое не будет. Это и туда, и обратно машина может вернуться. Я знаю, кто еще может поехать помочь. так, это уже у меня два. С мамой тогда одно место хотя бы. Так, Надежда Васильевна, едешь или нет? Не знаю. Если ехать, то на все лето. Нет, не поеду тогда. Все дела закончить и поезжать. Там тебя огород ждет. Я, если туда и обратно, тогда я согласна ехать. А если там остаться, я еще не готова. Мне нужно приготовиться. А в конце мая я только огород еще буду садить. Вы не можете, конечно. Я не могу. Я плохо себя чувствую к этому огороду. Так, кто еще мог бы поехать и помочь? День. Ну и праздник, пока там побудем. Так, Валерий, не хотел бы поехать? Не могу. Не можешь. Вадим, тоже никак, да? Ну, я не буду же ей предлагать-то, когда она с костылем. Значит, нужен здоровый, крепкий человек, чтобы мог что-то поработать. Поработать имеется в виду только на огороде. Там больше. Остальное все Володя там делает. Володя уже там. не хотел поехать? В пятницу потеряю, на субботу. Никак. Ну, Игорь едет. Вася, ты не хотел поехать? Нет. Ну, а больше кого спрашивают? Мужское население кончилось. Ставь, сестра, Валентина. Ты не хотела бы поехать на один день? Татьяна? Нет, я не могу просто. У меня... Ну, еще впереди-то не держит, пять дней. Ну, понимаешь, даже взять я, ну, ни глухо не мышь забрать-то. Итак, свободное место есть. Все, вопросы? Акелину Юля говорит, Акелину Юля говорит, возьмите. А маленькая более еще. А там маловато. Маловато. Так, вопросы? Автор, если сделаем, не надо. Чарубки отнимать. Да, где руки-то рабочие? Где рук отнимать? Нам нужно место, где отставка, все еще неопределенно. Там какие-то подготовки делают. И отослать туда, когда нет. И когда загружать будем, прием, большая машина, там, огромная фура-то, тогда объявлю, чтобы могли прийти все, кто может. Тут человек надо, 10 надо будет, чтобы быстро передавать. Если ничему нет, поблагодарить Бога и оставайтесь. Никто не уходите, будет здесь занятие, поведайте. Драга, и я живу от рода, и чистое тело радуйся, и по кеку радуйся, Твой Сын воскресе, три дни виногрова, и мертвые воздыхнувые люди, веселитесь. Светися, светися, Новый Иерусалим, и слава Бога Господня, на Тебе, Вася, Господи, лепуй ныне, веселися сегодня, Ты же чистая, красуйся, Богородица, а восстани Рождества Твоего. Господи Божий наш, слава Тебе за этот дивный день и напомнил нам о жизни вечной, о Твоей победе над смертью. Упокой в обителях небесных сестру нашу Валентину, проведи ее по мытарствам, и наш путь проложи как угодно Тебе, и верни наши документы, расположи к нам сердца людей. Мы не ищем своего, но воли Твои, пошли нам все необходимое, пошли добрые жители вселения наши, расширь пределы общей наши, дай нам еще священника, если угодно, и место для занятий. Только Ты знаешь нужды наши и нашу немощь. Мы во всем доверяемся Тебе, Христе Божий наш. Услыши молитвы всех болящих, обездоленных, оступившихся под ними, и наступников на врагов пролей милость Твою, дабы мы никогда не ответили злом на зло, но прославили Твое всесчастное и дивное имя. Ты достойна этой хвалы. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Боже.